Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Процветок. С вами Юлия Кондратенок, кандидат сельскохозяйственных наук. И сегодня я хочу рассказать вам о таком важном и необходимом средстве в арсенале каждого садовода-любителя, как садовый вар. Современная промышленность предлагает садоводам, садовникам и просто любителям огромный ассортимент различных составов для лечения деревьев, для замазывания срезов, ран, повреждений. Они очень разные, кто-то лучше, кто-то хуже, но большинство из них созданы на основе неких синтетических материалов, будь это парафины, продукты нефтепереработки и так далее. Наиболее распространенный в продаже садовый вар представляет сейчас не что иное, как смесь сложных высокомолекулярных углеводородов, то есть продуктов нефтепереработки, с различными добавками, дезинфицирующими, улучшающими заживление ран и так далее. Сейчас есть и садовая кора, так называемая искусственная, различные бальзамы, все это хорошо. Но в последнее время очень многие из нас обратились к старым проверенным рецептам, созданным из абсолютно натуральных продуктов, которые не наносят ущерба, урона окружающей среде ни при своем производстве, ни при использовании и в дальнейшем разложении, потому что они продукт природный и при своем распаде возвращаются в естественную среду без всякого для него ущерба. Итак, садовый вар, как он есть. Этому рецепту, точнее рецептам садовых вар своими руками не одна сотня лет, а может быть даже и тысяча, для их приготовления, садовых варов, обычно использовались три основных ингредиента. Первый – это смола дерева. В данном случае это смола сосны, она же живица, она же канифоль. Второй обязательный компонент – это воск, пчелиный воск. И третий компонент – это различные жиры или масла. В зависимости от рецепта, от конкретного автора, от местности, это могло быть и растительное масло, льняное, подсолнечное, хлопковое. Это мог быть жир животных, свиной, нутряной жир и так далее. Дело в том, что при их соединении получается очень вязкая, плотная масса, которая соединяет в себе самые лучшие свойства. А именно, смола – это всегда материал, обладающий очень сильными дезинфицирующими свойствами. Все мы знаем, как хорошо дышится и как здорово в сосновом лесу. Ведь неспроста многие санатории туберкулезного ряда размещали именно в сосновых лесах, которые оказывают на раны не только у людей, но и у растений обеззараживающее, дезинфицирующее действие и способствуют заживлению. Воск – продукт наших дружениц пчел. В данном случае вы видите кусочки вощины. Это очень сложное соединение, которое обладает свойствами стимуляции заживления ран, которое помогает растению сохранять влагу, не дает ранкам подсыхать, ускоряет заживление. А если добавить в садовый вар еще немножко и прополюса, то его лекарственные, лечебные свойства только усилятся. И, наконец, масла и жиры необходимы для того, чтобы сделать массу более вязкой, более пластичной. И в то же время они также способствуют образованию плотной пленки, водонепроницаемой, для того, чтобы на поверхность ранки не попали микроорганизмы, бактерии, которые могут вызвать заболевания. Итак, три основных составных части. Смола растений хвойная, воск пчелиный и натуральные масла либо жиры. То есть мы могли взять и свиной нутряной жир, но обойдемся пока этим. Соотношение у разных методик разное. Мы возьмем такое, как четыре части весовых смолы канифоли, две части весовых воска пчелины и одну часть растительного масла. А лучше, конечно, использовать льняное, как наиболее богатое полиненасыщенными кислотами. Они, кстати, полезны при заживлении, оказывается, и растительных ран, не только для человека. Главное условие. Готовить садовый вар нужно обязательно на водяной бане. Для этого вам понадобится большая кастрюля с водой и небольшая металлическая баночка, в которой, собственно, будет готовиться этот вар. Дело в том, что натуральный вар, приготовленный из натуральных ингредиентов, отличается плотностью. И применять его желательно в теплое время года. Дело в том, что на холоде он застает и становится более жестким, неудобным для работы. Но в то же время, в силу своей натуральности, он очень хорош для дерева. Он, можно сказать, обладает неким сродством с корой, с древесиной и не оказывает токсического воздействия ни на дерево, ни на окружающую среду. Итак, приготовив водяную баню и поместив ее на нагревательную поверхность, будь это электроплита или газовая плита, мы наливаем в металлическую баночку, в которой будем готовить садовый вар, одну часть растительного масла. Когда оно подогреется, по чуть-чуть вносим в нагретое, ни в коем случае до кипения, да и у вас не получится нагреть, поэтому именно на водяной бане готовится вар. В нагретое масло мы вносим измельченную смолу либо канифоль. Вы видите, измельчить ее можно при помощи ступки молотка. Но желательно это все делать в пакете. Дело в том, что смола, прилипнув к вашей ступке, к поверхностям рабочим, очень сложно потом отмывается при помощи обычного мыла. Итак, мы вносим в нагретое масло смолу измельченную и разломанные на отдельные кусочки вощину либо чилиный воск. Многие спросят, а где же взять вот эти вот все продукты? Итак, смолу можно или канифоль приобрести в специализированных магазинах либо в лесхозах, в лесничествах, где до сих пор ее заготавливают у лесников. Вощину, соответственно, либо у знакомых пчеловодов, у которых есть своя пасека, и они согласны поделиться с вами этим ценным продуктом, либо в специализированных магазинах для пчеловодов, где вощина продается листами. Ну а с маслом и жирами, я думаю, проблем нет. Итак, вернемся к нашему вару. Постепенно добавляя вот эти вот продукты в нагретое масло, тщательно все перемешиваем до полного растворения. Обязательно поддерживаем температуру на должном уровне, чтобы масло было горячим, иначе растворение будет очень медленным и неэффективным. После того, как мы растворили все составные части, перемешали его в нашей металлической баночке до однородного состояния, процедуру приготовления вара можно считать завершенной. Мы достаем нашу банку с варом из горячей воды, и сейчас основная задача решить, как мы будем ее хранить. Ее можно оставить в этой же баночке. Кстати, это гораздо удобнее. Дело в том, что если температура воздуха будет довольно низкая, вар будет очень твердым, и им будет крайне сложно замазать срез. И тогда на помощь приходит, опять же, такая портативная водяная баня в виде кастрюли с горячей водой, где мы периодически подплавляем этот вар. В теплое время года такой бани не требуется, и вар хорошо наносится на поверхность ран и без подогревания. Мы можем, если приготовили большой объем, разлить садовый вар по отдельным формам, для того, чтобы они там хранились, и мы могли его использовать по мере необходимости. Помимо вот этого рецепта 4, 2, 1, есть самые разные соотношения садового вара. Некоторые авторы рекомендуют использовать вот эти продукты панифоль, либо смолу-жевицу, воск, масла, либо жиры в соотношении 1 к 1. Здесь только на ваше усмотрение. Кстати, садовый вар можно добавить, повторюсь, прополис. Можно добавить немножко скипетара. Это усилит их защитное и дезинфицирующее свойства, а прополис еще и поспособствует лучшему заживлению ран. Нужно сказать, что натуральный садовый вар – это прекрасный стимулятор образования новой ткани, который помогает растению зарубцевать срезы. Главное условие перед тем, как вы нанесете садовый вар на срез, он должен быть зачищен, то есть выровнен, не должно быть разлохмаченных краев, потому что такие края очень плохо заживают. Он должен быть слегка осушен. Если срез влажный, погода влосырая, либо вы лечили рану от какого-нибудь опасного грибкового заболевания и дезинфицировали его раствором купороса, либо другим дезинфицирующим средством, то нужно срез промокнуть и немножко подсушить. Тогда садовый вар ляжет очень хорошо. Да, у садового вара есть множество плюсов. Но следует помнить, что есть и некоторые нюансы. Повторюсь, это первое. Садовый натуральный вар хорошо наносится только в теплую погоду. Второе. Садовый вар хорошо использовать для лечения небольших ран. На больших ранах, которые остались от очень крупных травм, срезов, от раковых крупных язв, лучше использовать замазки на основе глин. Во всем остальном, натуральный садовый вар – это прекрасная средство для залечивания ваших деревьев. Именно лечение. Для того, чтобы стимулировать образование раневой поверхности, раневой коры, чтобы раны быстрее заживали. Ну и, конечно же, это самый экологически безопасный и чистый способ защиты наших деревьев. Смотрите наши сюжеты, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, задавайте вопросы, говорите, пишите нам о том, что бы вы хотели еще увидеть у нас на канале. И мы постараемся сделать это в ближайшее время. А сейчас до новых встреч. С вами была Юлия Кондратенок, до свидания.